Дело, наделавшее много шума. Массовая драка в клубе Морозов-Холл набирает обороты. Напомню, что в той стычке принимали участие порядка ста человек. Пятеро выступают в суде как пострадавшие. На скамье подсудимых по-прежнему трое. Эмиль Байрамов, Элвар Джапаров и Фарид Талыбов. Всем грозит реальный тюремный срок по статье хулиганства до семи лет лишения свободы. Двое из них находятся под стражей, один под домашним арестом. Прокурор выступил в суде с просьбой продлить срок заключения под стражей. Сторона защиты выступила против. Давайте продлим. Имеет большой общественный резонанс. Правильно заметил мой коллега, что уголовно-профессорный кодекс в перечне обстоятельств, по которым лицо может быть заключено под стражей. Общественный резонанс не имеет. Да, 500 человек собирались на центральной площади, писали письмо. Но ведь на то есть закон, чтобы не поддаваться давлению. Однако, учитывая все обстоятельства дела и тот факт, что двое подсудимых ранее пытались скрыться от следствия, суд принял решение продлить срок ареста на три месяца. В настоящее время рассмотрение дела серьезно продвинулось. Выслушана сторона потерпевших и часть свидетелей. По делу проводится дополнительная судебно-медицинская экспертиза. По словам потерпевших, их здоровье был нанесен более серьезный ущерб. Потерпевшие предоставили ряд документов о своем состоянии, здоровье и о травмах, полученных в результате данного конфликта. Судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая, как мы поняли о сегодняшнем судебном свидании, заключение ожидается к 24 декабря. Видеозаписи с камер наблюдения были просмотрены десятки раз. При этом каждая сторона трактует произошедшее по-своему. Дело даже получило неожиданный поворот. Не исключено, что на скамье подсудимых могут оказаться молодые люди, по данному делу выступающие как потерпевшие. Защита утверждает, что по факту драки в Морозов-Холл возбуждено 8 новых уголовных дел. Конфликт начался еще внутри клуба и противоправные действия, так сформулирую я, были совершены самими потерпевшими в отношении нескольких молодых парней азербайджанцев. И в настоящий момент данные азербайджанцы также признаны потерпевшими, расследуются уголовные дела. Позиция потерпевших остается неизменной. Мы продолжим следить за развитием этого процесса. На тот момент ребят было 25-30. Это просто здесь сейчас за решеткой сидят двое из них, понимаете. На тот момент их было человек 20-30, мы не считали, было много. А из нас вот те, кого сейчас видят. По сути, да, те, кто применял оружие. А по всем остальным, по факту избиения, они ничего не возбудили и ничего не было. Никого не привлекали, никого не искали. Марина Евстрасия, Виталий Осипов, Илья Чечен, РЕН-ТВ-Пилот.